Здравствуйте, коллеги! Retail Week вновь на ваших экранах, рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Славьев Алексей, я являюсь президентом Ассоциации Ковистов, также я независимый консультант на алкогольном рынке, основатель винной школы WineQ и специального цифрового инструмента для дегустаторов Wine Incognita. Поясните, для меня и для наших зрителей, чем отличается Сомелье от Ковистов? Кто эти люди, есть ли какие-то отличия? Это супер вопрос, его достаточно часто задают. Смотрите, есть Сомелье, они находятся в ресторане, и когда вы заказываете вино, Сомелье помогает вам выбрать лучшее сочетание вина и гастрономии, которую вы выбрали, предположим, для вашего ужина. Он вам помогает сервировать это вино, и вы можете его попробовать и ему рассказать ваши ощущения, насколько он, скажем, угадал, по вину, сопровождению с едой, и вы ему даете обратную связь. У Ковиста задача немного сложнее, он помогает выбрать вино в магазине, и в большинстве случаев, а это практически 95%, он не открывает вино для клиента. И я всегда говорю, что у Ковиста немного сложнее профессия, потому что он всегда продает отложенную эмоцию. И вот если клиент к нему возвращается и говорит, как классно, что вы угадали с выбором, это то вино, которое я хотел, вот это круто. И поэтому я всегда говорю, что профессия Ковиста немного более сложная, необходимо иметь больше уровень знаний, и необходимо иметь больше эмоционального интеллекта, то есть правильно понять желание клиента без того момента, что он может здесь и сейчас это съесть и, соответственно, продегустировать. И такой же вопрос, насколько я знаю, вы еще занимаетесь продвижением этой культуры и обучением, вот очень хочется узнать побольше об этом. В нашей школе OneQ мы делаем большой акцент, в отличие от других винных школ, мы делаем большой акцент именно на эмоциональном интеллекте. Для нас очень важно правильно научить Ковиста с первого момента, как он видит клиента, уже угадывать его потребности. То есть понимать вот то скрытое, что стоит за его желанием. И не быть, вы знаете, вот есть, мы сейчас видим, что есть такое очень агрессивное такое давление на клиента в продажах, в различных торговых сетях и в магазинах. Мы, наоборот, учим Ковиста именно очень грамотно находить подход к каждому клиенту и очень правильно тем выбором, который он дает для клиента, очень правильно продумывать его эволюционное развитие. Потому что Ковист, как никто другой, вы знаете, я всегда говорю, что он такой ламповый, то есть это как старая школа. Это не в телефоне найти там вино, которое ты хочешь. Это именно вот это живое общение, чтобы было правильное понимание таких предугадываний потребностей клиента. Вот этот, наверное, основной момент, который мы даем, в отличие от других школ. Конечно, у нас есть обучение и международное, и российское, и все остальное. Но вот этот момент для нас ключевой, потому что мы представляем эту профессию. Правильно ли я понял, что обучаясь в вашей школе, получается, ваши Ковисты, когда выходят из вашей школы, они мало того, что разбираются в вине, они еще читают людей, они физиогномисты, они НЛПшники, они умеют читать людей с первого взгляда, и получается, в принципе, весь мир профессии для них после этого открыт. Ну, я бы прям такие сложные конструкции не говорил, но действительно, вы назвали ряд методик. Мы представляем не менее пяти систем. У нас специальные отдельные преподаватели, они из Московского университета психологии. Это топ-преподаватели, в общем, которые там специально находят подход. У нас разработана специальная программа именно для Ковистов. То есть мы стараемся применять, помимо этого всего, самые современные практики. Но опять же, со звездочкой. Мы против агрессии. Мы всегда говорим про то, что культура разумного потребления алкоголя, она не должна быть агрессивной. Она должна быть гармоничной и думать о том, куда этот клиент придет дальше, какой его эволюционный путь, что он будет пить после игристого вина, как он перейдет в красные сухие вины, и как он вообще придет к тому, что начнет собирать свою винную коллекцию. Здорово. Подскажите, пожалуйста, вы еще являетесь участником нашей бизнес-сессии деловой, и, скорее всего, у вас будет какая-то очень интересная тема. Очень хотелось бы подробнее об этом. На самом деле, в этом году я участвую в трех сессиях. Вчера у меня была сессия, на которой мы говорили о перспективах винного рынка. И я все-таки являюсь оптимистом. И мы как раз-таки обсуждали то, что мы верим в то, что он будет развиваться. Мы видим цифры, мы видим хорошие предпосылки, мы видим, скажем, хорошую школу, которая меняет и понимает, что клиенту нужно. Сегодня две сессии будет. Первая будет связана с категорийным менеджментом. И я, как независимый консультант, буду говорить о лучших практиках, которые я применяю в своей работе и которые я рекомендую применять. А третья сессия будет как раз на тему обучения. И в ней я как раз-таки достаточно быстро скажу, что мы вводим достаточно серьезный стандарт для наших кавистов. И вот сегодня у меня пятый конкурс кавистов. И мы сегодня уже в 7 часов будем знать пятого лучшего кависта в России. И мы как раз-таки этими стандартами апеллируем, потому что они достаточно, нельзя слово суровый сказать, но достаточно критичны и достаточно объективны для того, чтобы за короткий период времени выбрать лучшего. А, соответственно, чем лучше ты выбираешь эту селекцию, тем быстрее клиенты обучаются и правильно выбирают свои напитки. Подскажите, очень интересно, победитель кавист, человек, который стал лучшим в России, он тут же на части распадается на клиентов, все хотят его себе забрать. Насколько культура общения с кавистом в нашей стране популярна и насколько она уже развита? Нашей ассоциации 5 лет. Технически 6 конкурсов, 5 мы чуть раньше создали, 6 лет. Мы многие вещи поменяли, и мы максимально стараемся популяризировать эту профессию. Вот даже то, что я сейчас интервью даю, это тоже популяризация этой профессии. Мы стараемся всячески рассказывать о нас в интернете. Но вот я скажу на примере последнего победителя. Мы проводили конкурс в Перми, и вот я сегодня подошел и спросил, говорю, ну что тебе, зарплату повысили после конкурса? Она сказала да, и это приятно, то что ее руководство считает, что это важный поступок, и это еще один шаг в ее карьере, и они ее поддержали. Но она действительно блистательная. Спасибо огромное, мы пожелаем удачи вам и вашей школе, и надеюсь, что культура винная в России будет расти, и культура умеренного питья тоже войдет в нашу жизнь, как что-то непреложное. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.